Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья. Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Уже буквально через пару недель компания AMD покажет нам процессоры на архитектуре Zen 3. Так что в этом видео предлагаю разобраться, какими будут новинки, что нового они принесут и есть ли смысл ждать их выхода. Или лучше брать сейчас актуальные Ryzen 3000. И конечно же поговорим о материнских платах, которые поддержат новое поколение. А перед тем как мы перейдем к разбору Ryzen 4000, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А начать я хочу с новости о названии процессоров AMD. Как правило новое поколение процессоров должно называться Ryzen 4000. То есть процессоры должны получить название Ryzen 4600, 4700 и так далее. Но в последние дни очень много авторитетных изданий утверждает, что красные решили назвать свои процессоры Ryzen 5000, чтобы устранить путаницу между гибридными процессорами Renault на архитектуре Zen 2 и Vermeer на Zen 3. Точного подтверждения этих инсайдов сейчас нету. Но такой поворот событий вполне может быть. Сама же новая архитектура Zen 3 должна получить цельный восьмиядерный блок с ядрами, тогда как в Zen 2 использовались блоки по 4 ядра. Также такой блок обзаведется общим кэшем в 32 мегабайта. По всем данным только это обновление принесет 15 процентов в исполнении инструкций за такт. Но как именно AMD выстроить линейку процессоров пока что не ясно. На данный момент известно, что гарантированно должны выйти процессоры Ryzen 9 5950X с 16 ядрами, Ryzen 9 5900X с 12 ядрами и Ryzen 7 5800X на 8 ядер. Но по многим слухам AMD готовит и 10 ядерный процессор, который может получить 2 блока по 5 ядер. Для игр скорее всего самым удачным вариантом будет восьмиядерный Ryzen 7 5800X, в котором будет установлен цельный CCX на 8 ядер. Это даст максимальную производительность из-за быстрого общения между ядрами. Более младшие же процессоры скорее всего получат такие же блоки, но с заблокированными ядрами. Также не стоит откидывать вариант, что процессор с цельным блоком на 8 ядер может оказаться Ryzen 5 5600, а Ryzen 7 обзаведется 10 ядрами. Однако наличие единого CCX на 8 ядер не единственное нововведение Zen 3. Как сообщалось ранее, тестовые версии процессоров работали с частотой буста до 4 и 9 ГГц. Для сравнения, нынешний Ryzen 9 3900X может буститься до 4,6 ГГц. Однако тестовые версии процессоров обычно работают на меньшей частоте, чем окончательные экземпляры. Поэтому можно рассчитывать, что AMD выжмет из камней заветные 5 ГГц. Это поможет ей как в продажах, так и даст ощутимый прирост по сравнению со старыми Zen 2, которые не могли работать на таких частотах из коробки. Также в новых процессорах должны переделать Infinity Fabric, что позволит увеличить частоту оперативной памяти. Это также даст ощутимый прирост. Какой окажется максимальная частота ОЗУ новых камней станет ясно уже после их выхода. Но я не говорю о рекомендованной частоте, которая также должна немного вырасти, а о частоте в разгоне, при которой процессор будет давать максимальный прирост производительности. Для нынешнего поколения это значение находится в районе 3800 МГц. Я предполагаю, что Zen 3 сможет взять планку в 4000 МГц и даже превысить ее. Но тут остается еще нюанс стоимости такой памяти. Добиться частоты 3800 сейчас не очень дорогое удовольствие, а вот чтобы взять выше 4000 МГц придется отдать приличную сумму за оперативку. В общем сами процессоры получатся явно неплохими. Я лично считаю, что прирост производительности от нововведений составит около 25% по сравнению с нынешним Zen 2. А как думаете вы? Напишите ваше мнение в комментариях. И давайте попытаемся разобраться есть ли смысл сейчас брать Ryzen 3000 до выхода с Zen 3 и какие именно процессоры Zen 2 сейчас будут самыми выгодными для покупки. А ссылки на все процессоры как всегда лежат в описании. И самым дешевым процессором на Zen 2 сейчас выступает Ryzen 3 3100, который можно найти за 9000 рублей. Обновленная версия четырехъядерника на Zen 3 появится явно не скоро и выход в AirMir точно никак не скажется на актуальности этого процессора. Так что если вы планируете собирать бюджетную сборку, то этот прост еще долго будет актуальным вариантом. Более старший же Ryzen 3 3300X я рассматривать не буду, так как это мягко говоря печка. Если у вас есть желание потратиться на топовый охлад ради бюджетного процессора, то можно взять и его. А вот дальше на рынке процессоров складывается интересная картина. Так как Ryzen 5 3600 изрядно подорожал и стоит сейчас около 16500 рублей, то более выгодным вариантом будет доплатить и взять Ryzen 5 3600X за 18000. Разница между ними только в частоте, но лишними 200 МГц за такой прайс точно не будут. И среди более старших процессоров сложилась такая же картина. 3700X за свои 28400 рублей выглядит не так ярко, как Ryzen 7 3800X за 28600 рублей. И если раньше не было особого смысла переплачивать за 3800X, то теперь 3700X явно остается позади. Что касается обновленных версий XT, то я не вижу никакого смысла их покупать за такой прайс. Переплачивать 5500 за 3800X можно только в случае, если ваш бюджет это позволяет, но возможно в будущем ценник чутко устаканится. В общем все эти процессоры до сих пор актуальны, а на вопрос стоит ли ждать Ryzen 5000 я бы ответил, что стоит дождаться презентации, которая пройдет 8 октября. Если AMD не снизит ценник на свои процессоры, то как правило Zen 3 будет стоить дороже нынешнего поколения. Плюс ко всему неизвестна дата выхода и вполне может быть, что процессоры появятся в продаже ближе к концу года. Так что я бы дождался презентации, чтобы наверняка знать ориентировочную цену на камни. А так я не вижу каких-то крутых инсайдов, которые сделают прошлое поколение плохой покупкой. Тем более, что цена старших и младших моделей сейчас равнялась и можно урвать какой-то 3600X или 3800X за прайс младшей модели. А если вы собираетесь и АПК на не очень дорогой материнской плате, особенно на B450 чипсете, то скорее всего она не поддерживает работу с памятью на высокой частоте. И даже если вы возьмете материнку, которая поддерживает, то вряд ли вы будете выкидывать бюджет на планки с частотой 4000 и выше. В таком раскладе вы уже не получите всей производительности от Zen 3 и прирост скорее всего будет не такой ощутимый. Кстати, что касается поддержки материнских плат, то Ryzen 5000 гарантированно будет работать на X570 и B550 с А320. Также скорее всего появятся материнские платы на X670 чипсете, а старые материнские платы на X470 и B450 все-таки получат поддержку. Но все зависит от конкретной модели и производителя. AMD предоставит партнерам новые версии UEFI для поддержки новых Ryzen. Но эти прошивки лишатся поддержки множества существующих процессоров AMD Ryzen, чтобы освободить необходимое место на микросхеме BIOS. То есть эти прошивки станут билетом в один конец, обновившись в DOSEN 3 вы не сможете вставить старый процессор. Хотя если прошить микросхему BIOS с программатором, то возможно будет вернуться, но вряд ли у каждого дома лежит программатор с паяльной станцией. Но не стоит забывать, что сама AMD намерена предоставлять прошивки только тем владельцам материнских плат 400 серии, которые уже приобрели новый настольный процессор Zen 3. Это поможет удостовериться в том, что у них будет загрузочный процессор под рукой после обновления UEFI. Так что говорить о том, что абсолютно все платы получат поддержку нельзя. Может быть такая ситуация, когда обновят только топовые материнки, а среди бюджетных будет полный рандом. Также до конца не ясно, как именно будет работать Zen 3 в старых чипсетах. Возможно будут какие-то проблемы, например с бустом ядер. Поэтому если вы действительно хотите собираться на Zen 3 или в будущем заапгрейдится на него, то лучше присмотреться к платам на B550 или X570. Это даст вам поддержку как PCIe 4.0, так и позволит поставить высокочастотную АЗУ к новому Ryzen. Ну и раз ролик про процессоры нового поколения, то я расскажу вам про инсайды и о серверных процессорах. На презентации AMD должна показать не только Vermeer, но и серверные Epic третьего поколения с кодовым именем Milan. Как и в случае актуальных чипов AMD Epic под названием RIM, поколение Milan предложит вплоть до 64 физических ядер с поддержкой SMT, набранных 8 7-нм чиплетами, а также контроллер памяти DDR4 и шину PCIe 4.0. Грядущие CPU наследуют совместимость с платформой SP3, при этом их ТДП останется на том же уровне, от 120 до 225 Вт, в зависимости от модели. А уже в конце 2021 или начале 2022 года AMD должна явить миру серверные чипы Epic под названием Genoa на архитектуре Zen 4 вместе с платформой SP5. Эти CPU будут выпускаться по 5-нм технологии, предложат более 64 ядер, поддержку интерфейса PCIe 5.0 и оперативную память DDR5. Ну и кстати тогда же должны появиться десктопные Ryzen с поддержкой DDR5. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу напомнить, что вы всегда можете задать любой интересующий вас вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.